Дано 6 дорожек, 2 часа в день и 500 пловцов. Задача стать олимпийским чемпионом. Такая установка сейчас у Насти Никишаевой. Она мастер спорта, 7-кратный призер первенства России, абсолютный рекордсмен Удмуртии. Сейчас готовится к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Новый бассейн с 50-метровыми дорожками. Для тренировок необходим не только Насти, но и Кириллу Андрееву. Впереди у него всероссийский финал «Веселый дельфин». На большой воде 13-летний пловец тренируется редко, поэтому на соревнованиях не может рассчитать сил. Когда приезжаем на длинную воду, то видно, как ребята держат скорость после первых 25 метров. А лично я уже начинаю сдавать, я не могу держать скорость после первых 25. 50-метровый бассейн ждут и тренеры спорткомплекса. На большой воде можно будет заниматься синхронным плаванием и проводить соревнования всероссийского уровня. Я еще маленькая была, уже тогда хотели это строить. И, конечно, когда заложат первый камень, когда выруют котлован, тогда, может быть, будут уже какие-то более оптимистичные надежды. И, конечно, очень рады, что на нашу проблему обратили внимание и президент республики. В ближайшее время проект бассейна должен быть принят. Сейчас специалисты Минстроя и Минспорта собираются в соседние регионы. Посмотреть, как подобные объекты построены там. Идет работа по запросу проекта смертной документации, чертежей, для того, чтобы понять, что там можно поменять, какие там параметры, условно говоря. Значит, вот Кировский бассейн, Южкоролинский, они, значит, 50 на 25 метров. То есть это очень приличная ванна, как бы, олимпийского размера. Плюс разминочные бассейны, ну и, соответственно, все необходимые помещения, раздевалок, тренерских, сухого зала плавания. Строительство планируют начать в следующем году, а в 2014-м спортсмены уже должны выйти на большую воду.